привет друзья давно мы с вами не виделись и я решил сделать один очень необычный выпуск потому что я думаю что не кроме меня наверняка еще многие люди думают об этой проблеме проблема заключается в том что у каждого из вас пропадала электричество и первое что приходит в голову это конечно же какие-то матерные слова дальше вы начинаете задумываться как же мне с этой ситуации бороться потому что могут отключить там военное действие допустим или любимый наш дтк может создать ситуацию которая у меня кстати была неоднократно с ними когда они в дом подавали допустим там не 220 вольт 290 приходилось не и бороться к сожалению дтк никогда я не слыхал ни одного случая когда как кому-то компенсировали погоревшие телевизоры холодильники так далее из-за того что именно у них возникали проблемы в их сетях но когда у вас вообще исчезают на входе в дом ток как бы уберечься от этой проблемой и одно из решений это купить конечно же генератор бензиновый генератор но сами понимаете бензиновый генератор это у вас грохот это выхлоп это гул и бензин это дорого стоит кстати в начале войны в украине очень многие люди очень хорошо нажились на генераторах потому что завозили их по бешеным ценам а население нужен был ток поэтому люди покупали генераторы но дальше многие стали задумываться о том что генераторы это все хорошо но может быть можно какое-то другое решение сделать ну и другие решения это конечно же солнечная батарея либо банк из аккумуляторов которые вы заря заранее заряжаете и он этот банк вам дает ток в дом течение какого-то времени можно купить один автомобильный аккумулятор можно сделать целую группу но аккумулятор дает на выходе 12 вольт то есть вам нужно преобразовать эти 12 вольт в 220 чтобы у вас в доме работали все ваши домашние приборы вы начинаете искать в интернете что же можно купить из таких приборов такие приборы называются инверторы ну или преобразователи напряжения они есть разные они есть из постоянного тока в постоянный из постоянного в перемены ну и так далее много разновидностей и конечно же нас интересует 12 вольт от аккумулятора в 220 домашнюю сеть первое что я сделал я в свое время купил автомобильные аккумуляторы поставил солнечную батарею на балкон и купил бы такой небольшой не очень мощный инвертор у него мощность 150 ватт и когда я в доме включал допустим мелкие нагрузки то есть это телефон мобильные планшет допустим лампочки светодиодные мне этого хватало от него даже кстати работал и котел газовый в котором стоит мотор то есть самом деле заводится но этот прибор начинал дико греться и конечно же нужно было бы что-то уже более мощное и я стал искать что есть в интернете интернет конечно кишит этими предложениями и я купил как мне показалось вроде бы неплохой прибор по параметрам за 3000 гривен какого-то китайского производителя не помню название киловатт максимальную 2 киловатта но вот эти вот номинал и маг максимум обычно это тоже есть есть как бы такие странные цифры потому что не знаешь когда сработает защита у этого прибора на киловатте или на 2 то есть максимум подразумевал что какие-то пиковые мощности и мне мой сосед подсказал что слушает и брати внимание на другой прибор вот есть одна такая фирма хорошая называется она f чего вот так вот она пишется эта фирма f чего и они дают очень хорошее решение вот хорошую реализацию таких инверторов очень хорошая конструкция и народ их хвалит но я что еще заметил потому предыдущего прибора то что я купил я замерил его ток холостого хода что это такое когда вы покупаете такие преобразователи у вас ни один продавец в украине не скажет и не покажет в параметрах что такое ток холостого хода потому что в зависимости от схема техники вот таких приборов они могут сами по себе потреблять какой-то ток большой или маленький то есть то что вы включаете на входе 212 вольт от аккумулятора на выходе вы получаете 220 вольт но не подключая нагрузку домашнюю вы просто меряете сколько он сам потребляет энергии так вот оказалось что тот китайский что я раньше взял он потреблял один ампер то есть один ампер на 12 вольт это 12 ватт он потреблял мощность это очень много для того чтобы он просто стоял дурака валял ничего не делал никакой полезной работы и просто кушал тот преобразователь я обратно отдал продавцу я его заменил там есть такой закон можно заменить в течение 12 дней мне деньги вернули и я купил уже в этот прибор f-чао первое что я сделал я конечно включил его в сеть и проверил его потребление оказалось 057 ампера то есть почти что вдвое меньше то есть здесь уже хорошая реализация схемная идет рассмотрим какие есть вот внешние проблемы у этих всех приборов начнем с самого подключения дело в том что большинство приборов которые продаются на рынке они имеют две клеммы для подключения к аккумулятору плюс минус так вот все эти клеммы у большинства приборов сделаны на основе болта который приходит проходит сквозь стенку внутрь внутри находится гайка которая закручивает внутренние контакты а снаружи вот этот вот гайка которая закручивает внешние контакты аккумулятору так вот когда у вас на заводе плохо закрутили внутреннюю гайку вы когда начинаете здесь крутить хорошенько у вас внутренние срывается там возникает маленький зазор между контактами и гайкой и потом начинается искрение а искрение это большие токи а большие токи это потенциальная авария и вот у меня именно по такому варианту случился все время такой неприятный случай помещение вот в офисе у меня стоят стабилизаторы на 10 киловатт и несмотря на то что это большая мощность там на заводе сделали точно такую же реализацию подключения контактов и вот один из контактов был плохо на заводе закреплен внутри и когда были какие-то скажем так вибрации дребезь какой-то эти контакты потихонечку шатались и там начиналось искрение в итоге у меня сгорела одна фаза чуть не было пожара вот к чему приводит вот такая вот плохая сборка поэтому когда я увидел f-чао прибор я сейчас покажу вам контакты здесь на нем видите защитные такие колпачки чтобы не было короткого замыкания так вот здесь контакты стоят винты которые закреплены на плоской пластине медной и проходит пластина это плоская внутрь самого прибора и там точно такие же винты вертикальные то есть о чем это говорит что как бы вы здесь плотно не закручивали эту гайку у вас внутри ничего не раскрутиться потому что у вас нет единого центра целого вала на котором это все крутится поэтому самый лучший вариант конечно же это открыть прибор и на всякий пожарный проверить заводскую сборку что принципе я и сделал я позвонил продавцу и сказал я снимаю вашу ответственность за этот прибор я хочу его открыть и посмотреть реализацию схемную вот этого инвертора он сказал нет проблем открывайте смотрите там все очень красиво сделано и в самом деле когда я открыл инвертор и посмотрел его реализацию это оказалось очень грамотная сборка очень аккуратная сборка а в связи с тем что я инженер по образованию радио инженер я увидел в самом деле разницу между тем китайским прибором и этим этот я думаю что возможно тоже собран в китае хотя пишется что сделан в испании ну возможно испанская фирма реализация в китае не знаю врать не буду но тем не менее вот первое на что я обратил внимание плоские клеммы для крепления контактов дальше что у этого прибора когда вы ищете на рынке вот такой преобразователь есть два вида вот таких инверторов которые дают аппроксимированную синусоиду на выходе и чистую синусоиду ну для тех кто может забыл школьный курс физики наш переменный ток это синусоида сам сама форма сигнала синусоида так вот многие такие инверторы они дают на выходе не с синусоиду аппроксимированную то есть созданную из маленьких прямоугольничков которые повторяют форму синусоиды и это не очень хорошо для многих приборов это ведет к тому что у многих приборов во-первых повышается потребление потоку и не очень любят аппроксимированную синусоиду такие приборы как допустим там асинхронные двигатели лампочки допустим светодиодные у которых стоят преобразователи внутри импульсная потому что аппроксимированная синусоида это прямоугольнички маленькие любой прямоугольник это скажем так есть гармоники это я углубляюсь физику уже короче возникают помехи поэтому лучше всего искать вот такие инверторы где у вас чистая синусоида на выходе вот как она реализована я покажу вам позже потому что я потом буду включать инвестор в сеть и покажу вам на осциллографе какая форма сигнала в сети то что к нам приходит дом и после такого вот преобразования из постоянного тока в переменной что еще нот я уже рассказал про этот прибор то есть мне не нравится в первую очередь конечно же эти контакты то есть второе на что я обратил внимание когда покупал вот такие вот приборы вилки которые используются здесь самые самые простые здесь стоят контакты внутри которые разжимаются сжимаются но там качество этих клемм не очень хорошие потому когда вы вставляете вытаскиваете вилку вашу потихонечку эти клеммы начинают сами по себе разжиматься и в итоге просто вилка болтается то есть такие приборы конечно же не очень надежные ну а теперь вернемся уже к нашему f-чао значит у него одна вилка на выходе кнопка включения выключения и вот здесь такой вот такой вот индикатор поэтому когда вы ищете на рынке что вам купить из таких вот инверторов конечно очень хорошо что была какая-то индикация входного и выходного напряжения предыдущий мой прибор моя неудачная покупка там была индикация входного и выходного и все здесь многофункциональный индикатор здесь кроме того что он показывает вот эти вот два напряжения вам показывает еще и температуру и показывает что очень удобно мощность вот той нагрузки которые вы него вставили в эту розетку это очень удобная опция потому что вы когда вставляете допустим какие-то большие нагрузки вы сразу понимаете у вас есть еще запас на подключение других нагрузок или нет и можете самом деле контролировать больше нагрузок ставит этот прибор или меньше то есть уже можете как бы играться с потреблением от вашего аккумулятора ну и что меня еще удивило то конечно документация была очень хорошая хорошая книжечка из такая идет хорошая полиграфия на все виды таких инверторов вот этой фирмы овчала и в наборе к этому прибору шла еще одна интересная вещь это вот такой вот индикатор это копия такого же самого многофункционального индикатора который находится в самом инверторе для чего это нужно когда вы покупаете такой инвертор вам нужно где-то его поставить а чтобы его закрепить у вас есть вот такие вот ножки вот здесь с отверстиями для того чтобы его крепить винтами его можно вертикально поставить можно горизонтально закрепить винтами но если вы его спрячете в какой-то шкафчик где его не будет видно то как вам видеть вот эту индикацию то есть какие параметры у вас работы прибора поэтому что сделала эта фирма очень грамотное решение они дают в наборе вот такой шлейф он включается вот сюда вот в разъем разъем на этот индикатор индикатор вы отдельно выводите на свою там стенку какой-то шкафчик а прибор у вас спрятан то есть очень удобная штука так следующее что они еще дают и дают к нему еще для подключения к аккумулятору вот таких вот два провода провода толстые хорошие а для чего нужны такие толстые провода потому что когда у вас источник ваш аккумулятор и у вас напряжение 12 вольт а нагрузка у вас допустим номинал максимальный номинал 1200 ватт то у вас через вот этот вот провод который подключается к вашему аккумулятору будет идти ток 100 ампер а 100 ампер это наверное не меньше 10 квадратов должен быть вот такой провод я не знаю какой реально этот провод потому что бывают такие знаете как бы китайские обманки то есть толстая изоляция а там тонкий провод но в любом случае вы если у вас допустим не один аккумулятор а несколько вы должны будете их между собой соединить проводом не меньше чем 10 квадратов поэтому это запомнить это очень важно чтобы у вас не грелись провода не терялась мощность на проводах ну вот это как бы то что идет в комплектации ну и опять же вот эти колпачки защитные которые закрывают ваши контакты чтобы вас не было какого-то случайного там замыкания вот это то что касается внешне этого прибора прибор сделан из хорошего алюминиевого права профиля и у этого прибора еще идет что тоже очень хорошо это я вам позже покажу почему вот здесь идет два вентилятора у меня в прошлом приборе то что я покупал был один вентилятор и он работал ну по дебильному потому что я думаю что те инженеры которые разрабатывали вот тот инвертор это не очень грамотные инженеры потому что для любого вентилятора если вы собираетесь что-то охлаждать у вас должно быть входное отверстие откуда всасывается воздух и выходное откуда выходит воздух уже нагретый так бы здесь самом деле сделано грамотно у вас всасывание идет через вентилятор задней часть задней панели выход этого вашего уже нагретого воздуха вот здесь вот идут отверстия выходные поэтому вся ваша аппаратура которая находится внутри она продувается на сквозь этими двумя вентиляторами. Это когда у вас возникают большие нагрузки, и ваши коммутирующие приборы, они сильно греются. Вот это очень грамотно. А в том, что я взял предыдущие, там был один вентилятор, который просто по кругу внутри гонял воздух. То есть у него не было вообще никаких передних отверстий. Это вообще, конечно, очень глупо. Поэтому инженеры, в самом деле, грамотные ребята, которые это все разработали. Ну, а дальше перейдем уже к схемотехнике этого прибора. Привет, друзья! Сегодня у нас вторая часть передачи. То есть у нас сегодня лабораторная работа. Как было в институте, если помните. Или в школе, у кого были такие работы. Значит, вот наш инвертор. Я уже с него снял верхнюю крышку. То есть мы уже сможем, чуть позже я покажу внутренности этого инвертора. Как он устроен. Подсоединил к нему внешнюю панель управления. Зарядил свеженький аккумулятор 12-ти вольтовый. И у нас будет мощность меряется на нагрузке. Это масляный радиатор. У него очень хорошая здесь как раз есть такая шкала. То есть можно добавлять мощность постепенно на три положения. То есть мы увидим разные уровни мощности, которые может дать вот этот вот инвертор. Ну и начинаем как бы измерение. Я вам сейчас покажу ток холостого хода этого инвертора. То есть когда у нас нагрузка не подключена, а только включена панель эта и без нагрузки. То есть что получится? Что у нас ток холостого хода измеряется при полной нагрузке самого прибора. Если мы отключим вот эту панель, будет еще меньше. Вот сейчас инвертор включен в режиме холостого хода. То есть к нему не подключена никакая нагрузка. Но я взял специально, подключил еще внешнюю панель. Вы видите ее на экране, она подключена. И вот реальный ток холостого хода. 0,64 А. То есть это уже максимально то, что он потребляет при включенном вот этом вот внешнем индикаторе. Если его отключить, будет 0,57. Ну что, начинаем делать наши измерения. Я включил наш радиатор масляный на нулевую мощность и включаем инвертор. То есть идет индикация, проверка индикации. Я это все вижу. То есть то, что у меня здесь на индикации, то у вас на экране вот здесь. Сейчас входное напряжение 12,6 Вольта, выходное 231 Вольт. А почему 230, потому что с недавних пор у нас введены стандарты европейские. То есть стандарт не 220, как раньше были, плюс-минус 10%, а 230, плюс-минус 10%. Ну и дальше включаем первую ступень радиатора. Вот он завелся. Заработали сразу же вентиляторы, потому что сразу большая мощность пошла. И вот мощность на индикаторе у нас 611 Ватт. Выходное напряжение подсело чуть-чуть совсем, 228 Вольт. То есть 3 Вольта всего лишь разница. Так, ну что, измеряем дальше. Увеличиваем мощность, 873 Ватта. Нормально держит. Увеличиваем дальше. Вот, у нас 1250 Ватт нагрузка. Но нагрузка не выключается, то есть держит прибор. Но он уже индицирует, что это на пределе самого нашего инвертора, потому что его мощность 1200 Ватт. Вот сейчас он уже выключился. То есть сработала, в самом деле, защита по превышению максимальной мощности. Ну вот, друзья, это, скажем так, все подтверждает то, что пишется в документации. 1200 Ватт максимальная. Защита работает. Управление от панели очень удобно, конечно же. Ну и дальше рассмотрим компоненты этого устройства и выходной сигнал. Кстати, сейчас лампочка моргает, что была аварийная ситуация превышения мощности. И сейчас мы еще посмотрим выходной сигнал этого преобразователя. То есть какая там синусоида. Выключаем пока. И продолжаем наши дальнейшие эксперименты. Сейчас мы будем проверять форму сигнала выходного, который преобразуется вот из этих 12 Вольт в 230 Вольт. Я включаю с пульта наш преобразователь. И сейчас вы увидите, какой сигнал выходной вот на экране осциллографа. Так что инвертор дает синусоиду, в самом деле. Есть маленькая помеха там на синусоиде, но это синусоида. То есть это не какой-то аппроксимированный сигнал. Вот так что все по-честному. Обычно даже неплохо. То есть сейчас у нас 12,8 Вольт на входе, 231 Вольт на выходе. 0 Ватт. Выходная мощность. Так что все очень красиво. Так, проверяем поближе. Я специально сделал меньше свет. И вот смотрим на нашу синусоиду. Вот такая красивая. Ну что, друзья, теперь выводы. По схемотехнике. Инвертор сделан очень грамотно. Вот я показываю вам на экране. Вы сейчас увидите большую картинку. Здесь что самое главное. Вот находятся радиаторы, на которые прикреплены силовые элементы. В не очень дорогих инверторах эти силовые элементы, они крепятся к самому корпусу. Через там различные изоляторы. То есть здесь полная развязка по электрической части. И как раз напротив каждого радиатора стоит вентилятор. Вот. Очень хорошая схема. Очень сделано чисто, аккуратно. Нигде нет остатков флюса заводского. Силовые провода, которые идут вот здесь, они сделаны тоже очень грамотно. Не один очень толстый провод, а два, которые легче паять и крепить. То есть их легче изогнуть. Тоже хорошо. Третье. Сама розетка сделана с защитой. Знаете, маленькие дети могут там вставить что-нибудь туда. Здесь пока не вставишь две вилочки, она не откроется. И она углубленная. То есть здесь не будет болтаться вилка. В отличие от таких розеток, то что я уже рассказывал. Где контакты ничем не защищены. И они еще находятся снаружи. Эти вот все контакты. То есть вилка здесь будет болтаться в итоге. Контакты я уже показывал. Плоские шины. И, конечно же, очень хорошее, грамотное, чистое исполнение. Поэтому меня, скажем так, удовлетворил дизайн и сама схемотехника. Ну и плюс, вот здесь внутри находятся еще предохранители автомобильные. То есть если вдруг какая-то страшная авария. И у вас все-таки была какая-то там перегрузка внутри. Они сработают и можно их потенциально заменить. Ну это так, знаете, да. Для домашнего мастера. Что еще интересно. Вот такая линейка инверторов. Она у фирмы F-CHAO есть на разные мощности. То есть что получается. Что сама плата фактически, как я понимаю, скорее всего одна и та же. Просто вставляются разные силовые элементы. Потому что нет смысла делать разные платы на, скажем так, там 500 Вт, 1000 Вт, 1800 Вт. Скорее всего, раз один и тот же объем корпуса, скорее всего, схемотехника здесь сделана такая, чтобы было максимально удобно на производстве менять это все дело. Ну вот. Вот такие вот отзывы. И, кстати, что еще интересно. Они вот здесь на радиаторе пишут дату исполнения самого инвертора. Так что да, очень свеженький. Это все. Так что если вы будете выбирать инвертор для дома, вот рекомендую именно такой. Еще раз предупреждаю. Я не дилер этой компании. Я обычный потребитель, который просто захотел проверить качество продукции, которую я купил. Все. Приятного пользования такими приборами. Пока. Продолжение следует...